Привет, дорогие друзья! С вами команда Апнея Горький и сегодняшняя наша с вами экспедиция на озеро Сарва. Это республика Башкоргастан. Недалеко от Уфы порядка 150-200 километров. Поехали мы в 6 утра и сейчас уже проехали примерно половину. Ночуем в Уфе и завтра с утра пораньше двигаем нашей командой на озеро. Цель нашей экспедиции посмотреть и показать вам, насколько это озеро пригодно для ныряния, насколько оно пригодно для придайвинга, потому что исходя из тех материалов, которыми мы воспользовались, которые были в доступе, мы знаем, что глубина достаточно внушительная, примерно около 40 метров, может быть даже больше. Достаточно хорошая прозрачность у этого озера. Минусом является его холодная вода, но вы знаете, нам к этому не привыкать. Собственно говоря, поэтому мы и выехали в эту экспедицию, чтобы обо всем как можно подробнее рассказать вам. Будьте с нами! Апнея Клаб Горький представляет Немного поподробнее хотел бы рассказать о дороге. Дорога до озера занимает порядка 1200 километров, тысячи из которых до Уфы. План был такой, доехать до Уфы, переночевать и со свежими силами выехать на озеро. Расстояние в 1000 километров до Уфы мы преодолели буквально за 11-11 с половиной часов. Непосредственно от Уфы до самого озера мы доехали за два часа. Причем последний отрезок 25-30 километров ознаменовался отсутствием дороги. Точнее дорога была, но она из асфальтной превратилась в грунтово-щебеночную, что снизило скорость нашего передвижения и покрыло снаряжение в багажнике толстым-толстым слоем пыли. Итак, друзья, осталось буквально 50 метров до озера. Прямой дороги подъезда здесь нету, придется пройти немножко пешочком. Один берег озера довольно высокий и лесистый. В втором берегу расположена деревня. Итак, по поводу пригодности этого озера для фридайвинга. Буквально пару слов. Из плюсов то, что озеро обладает достаточной глубиной для ныряния. Также несомненным плюсом является чистая вода, лишенная какого-либо специфического запаха или вкуса. Местные даже берут ее в качестве питьевой. Из минусов, конечно, удаленность от озера, 1200 километров от Нижнего Новгорода, а от Москвы это еще дальше. Нужно еще постараться проехать. Мы видим камни, уходящие вниз. Камни покрыты каким-то небольшим ильстым отложением. Собственно говоря, вот эта вот взвесь, она и плавает с толщи воды, делая воду зеленой на глубине после 20 метров изумрудной. Наш трос стоял на отметке 30 метров. Однако, ныряя на глубину в 26 метров, мы не видели под собой ни стопера, ни тем более дна. Только сплошная чернота. Итак, друзья, мы на озере Сарва поныряли. Утренняя нырялочка наша состоялась. Поныряли довольно неплохо. Что можно сказать про озеро? Прозрачность относительно небольшая, не такая, как мы ожидали. Наверное, где-то примерно 7, максимум 8 метров. Вода зеленая, после 20 метров становится темно-изумрудная. К 25-28 метров уже довольно темно, ближе к этой отметке. Трос поставили на глубину 30 метров. Собственно говоря, и холод показал точно такие же данные. Поэтому вот разведанная нами глубина будет вот эта, 30 метров. Как вы видите из этих кадров, ту прозрачность, за которой мы ехали, конечно же, на этом озере мы не нашли. Прозрачность воды здесь достигает максимум 4 метров. Итак, друзья, оставляя все меньше и меньше неразгаданных мест на карте фридайвинга нашей страны, команда Апнея Горький все-таки обныряла этот водоем, о чем постарались вам рассказать в этом видео.